Друзья, на дворе 31 марта, с вами Луганцев Александр. В сегодняшнем видео я хочу рассказать о подготовке штамба для смородины. Я в том году запустил проект по выращиванию штамбовой смородины. В своем вебинаре Юрий Васильевич Бродский рассказывал о том, что золотистая смородина служит хорошим штамбообразователем для крыжовника, черной смородины, красной смородины. Прививки последних упомянутых видов совместимы с близким североамериканским видом золотистая смородина. А также у золотистой смородины очень долговечный штамб до 50 лет. Мне понравилась эта информация. Я давно собирался вырастить сам смородину и золотистую, и сортовую, черную, красную. И в моем проекте я совместил два этих запроса, два желания в таком вот смородиновом дереве. Итак, что мы имеем? У меня есть двулетний саженец золотистой смородины. Сейчас наступает третий год этому саженцу. Он растет на своем месте, развивается хорошо, дал очень хороший прирост. Теперь нам нужно подготовить этот штамб к последующей прививке. Про саму прививку сегодня рассказывать не буду. Речь пойдет о удалении почек на данном штамбе. Чем в более ранней стадии мы уберем веточки, то есть еще на стадии почек, тем меньше ран мы причиним будущему штамбу, тем здоровее будет смородиновое дерево. Вот наш смородиновый штамб, побег. Это двулетнее растение. Было посажено оно с закрытой корневой системой из литрового контейнера, может быть даже меньше, 0,7 литра из маленькой баклажки. Высота этого саженца была около 5 сантиметров. Было посажено, выращено 2 года назад из семечка, посажено осенью. Потом прошлый год весь из этого маленького оно росло-росло. Корень наращивал свою массу. Макушка росла, вот выросла, больше метра. То есть у нас вот такой метровый хлыст, метровый побег. Я его подвязал в такой треноге, чтобы его не мотало. Сейчас все почки уже проснулись. Вот они готовятся к старту. Из них вырастут веточки, маленькие, большие. Вот эти все почки мы сейчас удалим аккуратненько ножиком. Если не удалить почки, вовремя это не сделать, то придется потом удалять уже веточки. Вот пенечек, это была веточка. Я в том году с секатором их, этот штамп уже пытался формировать. Поэтому он такой стройный, одиночный вырос. Вот еще лезет поросль уже от корня. Вот она. Это все тоже нужно будет удалять. Первые годы, может быть, всю жизнь этого дерева. Ну, такова уж судьба смородиного дерева. Если мы хотим собирать на высоте метра ягодки, нужно будет ухаживать за таким экзотическим смородиновым деревом. Итак, приступим. Начинаем с самого низа. Удаляем все почки. Аккуратненько срезая их ножом острым, не нанося ран самому штамбу. В литературе еще встречается такой термин, как ослепление. То есть, почки их еще называют глазками. Удаление почек значит ослепить. Штамб. Ну, я называю подготовка штамба. Формировка штамба. То есть, пенечка тоже, маленькая почечка проснулась. Продолжение следует. Очень красивая кора. У смородины штамб развивается, утолщается. Кора трескается такими слоями. Как и у любого дерева, кустарника. Красиво не только листья, крона, но и ствол для тех, кто это может увидеть, эту красоту. Полюбоваться ей. В самом верху я оставлю почки. Растению нужны питательные вещества. Нужен фотосинтез. То есть, вот эти ветки пускай растут. До них будут листья. Корни будут получать питание. Все, что ниже, я буду удалять. Если еще почки проснутся в середине лета, я их также срежу. Все, что выше, потом обрежется. И будет сделана прививка. Почему не в этом году? Я хочу, чтобы штамб утолчился. Чтобы он был более устойчивый к ветру. То есть, можно было и в этом году привить. Но я хочу, чтобы штамб еще подрос, еще годик окреп. И только тогда сортовой черенок буду на него прививать. Теперь берем садовый пар и замазываем все удаленные. На местах удаленных нами почек удаляем все срезы, все пенечки. Не удаляем, а замазываем. Чтобы ранка зажила лучше. Чтобы не сушалось у нас это место. Не вытягивало влагу. Вот, ну и так по всему штамбу. Золотистых смородин у меня посажено много. А буду из них я все делать, штамбовые или нет, я еще не решил. Потому что нужно будет вставить много тренок, вот таких вот, которые защищают от раскачивания штамб. Может быть, это окажется слишком хлопотно. И под мой эксперимент попадут не все кусты, а лишь часть. Может быть, штук 10 я так сделаю. Посмотрю, как получится. И остальные просто будут привиты у земли. Золотистая смородина очень засухоустойчивая. Я сажал именно сеянец. То есть у него будет центральный стержневой корень. Такое растение будет нуждаться меньше в поливах. Поэтому очень привлекательно для меня именно золотистая смородина и именно сеянец. В отличие от укорененного черенка. Продолжение следует...